Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики, министр финансов Чувашия Светлана Янильна. Светлана Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Год еще не успел начаться, а мы уже говорим об уточнении бюджета 2019 года. Чем вызвана такая поспешность? Я бы не сказала, что это поспешность. Это стандартно. Мы ежегодно в начале года уточняем бюджет. В первую очередь это связано с тем, что в конце года и в начале года финансового из федерального бюджета определяются дополнительные ресурсы для субъектов Российской Федерации. Для Чувашской республики также предусмотрено дополнительное безвозмездное поступление из федерального бюджета в сумме почти 4 миллиарда или 3,9 миллиардов рублей. С учетом этого уточнения у нас безвозмездное поступление в текущем году составит 23 миллиарда рублей, что более чем на 21% больше уровня факта 2018 года. А в 2018 году мы тоже имели хороший темп роста по сравнению с 2017. Мы имели темп роста на 15,6%. Поэтому мы хотим сказать, что в первую очередь мы должны обеспечить софинансирование этих расходов. И поэтому мы должны бюджет уточнить предусмотреть свои расходы на софинансирование. И соответственно своевременно в последующем подписать все соглашения с федеральными органами исполнительной власти. А сроки подписания этих соглашений устанавливаются до 15 февраля. Поэтому соответственно мы до этого времени должны рассмотреть бюджет, принять его и соответственно установленные сроки подписать все соглашения для того, чтобы своевременно получить ресурсы из федерального бюджета для выполнения тех обязательств, которые возложены на правительство. Я думаю, что с этим проблем не возникнет. Обычно процедура всегда выполняется достаточно тщательно. О каких суммах идет речь и на что предполагается их направить? На 3,9 миллиарда. В основном они, можно сказать, основные направления это субсидии. Субсидии имеют целевой характер и соответственно они определяют на конкретное направление. Общая сумма субсидий, которую мы сегодня пересматриваем в сторону увеличения в рамках 3,9 миллиардов, это 1,8 миллиардов составляет. Следующие расходы объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета это дотация. Дотация они не имеют целевого характера, они дотация на забалансированность. Соответственно субъект сам определяет использование этих средств. В основном они отправляются на текущие первоочередные расходы. Эта сумма, которая нам сегодня при уточнении предусмотрена 962 миллиона рублей. Кроме этого мы получаем субвенцию. Субвенция это на выполнение первых полномочий более 200 миллионов рублей и более 800 миллионов рублей, имея межбюджетные трансферты. При уточнении бюджета, нынешнем уточнении бюджета, расходы увеличиваются на 8 миллиардов рублей. На что планируется их подпрыгнуть? Да, вы правильно говорите. Расходы увеличиваются более чем на 8 миллиардов рублей. И соответственно большая часть расходов, которые мы пересматриваем в сторону увеличения, это образование 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда рублей мы направляем на здравоохранение, на реальный сектор экономики 2 миллиарда рублей. И соответственно достаточно серьезное увеличение будет инвестиционных расходов. С учетом этого увеличения инвестиционные расходы у нас более чем на 30% фактов прошлого года. Какая из отраслей нуждается в наибольшей поддержке сегодня? И что у нас в приоритете? Это, наверное, сложный очень вопрос. Потому что если вы спросите отраслевых министров, и каждый из них будет говорить, что это очередные расходы. И самый нужный, самый важный именно эта отрасль. Поэтому это очень сложно, потому что все отрасли очень важны. Мы должны поддерживать и социальную сферу. И мы должны поддерживать реальность сектора экономики. И поэтому всегда принимать сбалансированные решения. Но здесь хочу отметить, что у нас уже и в прошлом году, и в текущем году достаточно устойчивые бюджеты. И мы практически все потребности министерства удовлетворяем. Действительно, сегодняшний день все необходимые заявления об основании объема финансирования со стороны министерства они в полном объеме удовлетворены. Но мы, конечно, должны в любом случае понимать, что к финансированию могут приняты только те заявки, которые обоснованы, представлены все расчеты, необходимые и необходимые экспертизы. Только в этих случаях они могут быть приняты к финансированию из-за бюджета. Ну вот мы уже начали, в общем, говорить о бюджете 2019 года. Как вы можете его охарактеризовать в целом? Есть ли принципиальные отличия казны 2019 от предыдущих лет? Наверное, да, есть. В самой структуре расходов мы с текущего года формируем бюджет уже не только по госпрограммам, уже и по национальным проектам. Ну, соответственно, вы знаете, что согласно 204 указу у нас началась реализация национальных проектов, и, соответственно, бюджет формируем четко уже по этим направлениям. То есть на каждое мероприятие, которое реализуется в рамках региональных национальных проектов, отдельная классификация, отдельный объем финансирования, в последующем уже и целевые показатели. То есть каждое направление имеет свою строчку? Да, не только каждое направление, каждое мероприятие имеет свою строчку. Соответственно, при текущем уточнении мы увеличиваем идти расходы на 3 миллиарда рублей, и, соответственно, более 10 миллиардов в текущем году будут направлены только на реализацию этих национальных проектов. И следующее, наверное, тоже очень важное и основное. В 2019 году у нас бюджет по доходам и расходам пересек 50-миллиардный рубеж. Соответственно, если у нас до этого мы говорили о расходах, которые менее 50 миллиардов рублей, то уже в текущем году и по доходам, и по расходам бюджет пересек именно эту границу. Я ими говорю сейчас о республиканских деньгах, а что касается консолидированного бюджета, мы уже пересекли рубеж 60-миллиардов рубеж. То есть, в общем-то, очень хорошими темпами у нас растут расходы, более чем 10%. Соответственно, напомните нам разницу между республиканским муниципальным бюджетом и консолидированным бюджетом. Да, консолидированный бюджет – это своды бюджетов всех на территории Чувашской республики. То есть, в консолидированный бюджет входят все бюджеты муниципальных образований. А при этом у муниципалитетов есть аналогичный свой муниципальный бюджет и консолидированный бюджет муниципального образования. Консолидированный бюджет муниципального образования входят в бюджеты поселений, сельских поселений, городских округов. И вот всех этих свод и этих фод проектов оно составляет в последующем консолидированный бюджет Чувашской республики. А что касается республиканских бюджет Чувашской республики, это касательно только доходов республиканского бюджета. А из чего состоят доходы бюджета республиканского? Это налоговые доходы. Налоговые доходы основные – это налог на прибыль. Но при этом налог на прибыль уходит и в региональный бюджет, и в федеральный бюджет. И, соответственно, следующий доходный – это НДФЛ налог. НДФЛ уходит и в республиканский бюджет, и в бюджет муниципалитета. И, соответственно, следующий – это налог на имущество организации. И ряд других акцизов и так далее, ряд других налогов, они поступают в республиканский бюджет. Кроме того, у нас есть не налоговые доходы. они приходят к нам за, так скажем, предоставление в аренду или продажу республиканского имущества. Ну, аналогично структуру доходов имеют и местные бюджеты, у них есть налоговые доходы, неналоговые доходы. И, соответственно, они, в общем-то, формируют его сами, распоряжаются сами своим бюджетом. Ну, понятно, что мы поддерживаем из бюджета регионального республиканского муниципального образования, предоставляем тоже им безвозмездные ресурсы насовые. Вот у вас на сайте, как раз, пока готовилась к программе, я обнаружила очень интересную информацию о том, что консолидированные бюджеты муниципалитетов выполнены с профицитом. Да, 700 миллионов рублей по итогам прошлого года. Чем это вызвано? Как им удалось? Ну, с вызванием... Обычно же мы говорим о том, что они недостаточно активно работают с наполняемостью бюджета, потому что у них слабая доходная база. Ну, доходы пришли больше, чем расходы. Вот это и этим и объясняется. Ну, соответственно... За счет чего? За счет и собственных доходов остались, и остались и целевые. Например, целевые деньги предоставлены были им из республиканского бюджета. Они в полном объеме не смогли их использовать в прошлом году. Ну, соответственно, они у них в остатках остаются. И с этими это и вызывает, так скажем, формирование профицита. Светлана Александровна, очень часто, ну, по крайней мере, раньше как-то возникали разговоры о том, что выделенные средства непременно нужно израсходовать в этом году, иначе остатки отнимут и больше не дадут. То есть сейчас такое практикуется или все-таки как-то другая схема работает? Ну, вот это порядок использования остатков. Ну, порядок использования остатков, она прописана в нормативных правовых актах. В федеральном уровне прописана в части федеральных денег, она прописана и у нас в части уже наших республиканских денег. Что касается использования остатков, будем говорить теперь о федеральных остатках. Федеральные остатки, например, в текущем году, если они были законтрактованы и лимиты бюджетных обязательств приняты на учет, что это означает лимит бюджетных обязательств? Значит, контракт заключен, и, соответственно, обязательства по этому контракту мы уже взяли на себя, чтобы мы проплатим его. Соответственно, в этом случае федеральный бюджет при предоставлении заявки обратно предоставляет нам эти ресурсы уже в текущем финансовом году. Касательно аналогичных республиканских денег. Если мы, например, их отправили в муниципальный бюджет, и, соответственно, муниципалитеты не успели их использовать, при этом они контракты заключили, и, соответственно, мы эти деньги обратно не возвращаем. Но если вдруг муниципалитет не обеспечил заключение контракта, то, соответственно, у нас нет никаких оснований возвращать эти остатки муниципальному образованию. То есть примерно как в правилах дорожного движения, да? Если водитель выехал на перекресток, он обязан завершить маневр. Да, да, да. Несмотря на то, что желтый свет уже горит. Слушаем правильное сравнение. Вернемся все-таки к бюджету республиканскому. Сложно представить себе, чтобы в бюджете хватило денег абсолютно на все направления, на все нужды, на все запросы министерств. В этом году как складывается ситуация? Приходится ли чем-то жертвовать в пользу каких-то, может быть, других первоочередных трат? Или все-таки мы как-то стараемся всем сестрам по серьгам? Даже не всем сестрам по серьгам. При текущем уточнении даже при формировании бюджета все обоснованные заявки министерства были удовлетворены, приняты в полном объеме. И, соответственно, при этом уточнении мы опять увеличиваем свои расходы, уже говорили об этих объемах. Соответственно, все обращения министерств, они были приняты к финансированию. Но я еще раз говорю, если обращение так обоснованно, оно представлено, расчеты все необходимые, представлены экспертизы. И, соответственно, при этих случаях, при этих обстоятельствах, конечно, они приняты к финансированию. А если нет ни экспертизы, ни обоснованных расчетов, ни обоснований, почему необходима та или другая сумма на те или другие цели, конечно, они не могут быть приняты к финансированию. Но при этом есть возможность в последующем подготовить необходимые документы, при последующих уточнениях. Если это действительно ресурсы, они необходимы, конечно, мы в последующем это и предусмотрим. Потому что это не последнее уточнение. Как обычно, мы в течение года три раза уточняемся. Это в средние три раза. И при этом каждый раз, по опыту прошлого года, мы в сторону увеличения своих расходов. Светлана Александровна, а как обстоят дела с государственным долгом? Давно мы эту тему с вами не обсуждали. Да, давно не обсуждали. Но при этом государственный долг абсолютно у нас сегодня, так скажем, управляемый. Мы очень активно используем инструменты единого казначейского счета. Это нам позволяет в достаточно серьезных объемах сокращать расходы на обслуживание долга. И, соответственно, в прошлом году у нас расходы на обслуживание долга были всего-то 32 миллиона рублей. И только за два года, применяя такие инструменты, мы смогли сэкономить 820 миллионов рублей. Это достаточно серьезная сумма. Достаточно серьезная. Достаточно серьезная сумма. Что за последние, условно говоря, 3 года в 5 раз? Да, да. Достаточно, в общем-то, этот хороший результат мы получили. Понятно, мы дальше также будем управлять очень активно долгом. И, соответственно, это нам позволяет. Но, соответственно, бюджет, потому что очень устойчивый. И у нас есть такая возможность управлять долгом. В этом году эти инструменты, они действительно себе показали очень эффективными. Применение или работа в этом направлении будет продолжено. Понятно, конечно, это очень непросто. Это ежедневная, кропотливая работа. То есть требует постоянного внимания. Это постоянного внимания. Это постоянного мониторинга. Это жесткого контроля по всем кассовым расходам для того, чтобы своевременно исполняли все обязательства и при этом удержали долг на минимальном уровне. Светлана Александровна, в последнее время примирикнула информация о том, что Чувашия в числе наиболее закредитованных регионов. То есть, точнее говоря, не закредитованных регионов, а регионов, где у населения больше всего кредитов. Вот что это означает? И нам надо начинать беспокоиться? Или это, в общем, нормальная штатная ситуация? Да, я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация штатная. При этом этот показатель, конечно, нужно в привязке еще говорить. В привязке с таким показателем Чувашской республики в числе тех регионов, где хорошая кредитная история у большой-большой части населения. Этот список у нас возглавляет, понятно, Москва, Питер, Рязань в этом списке также и Чувашская республика. То есть, большая доля населения Чувашской республики имеет хороший кредитный рейтинг. То есть, банки готовы и с удовольствием предоставляют им свои кредитные ресурсы. Потому что у нас на сегодняшний день самая низкая доля просроченной задолженности по кредитам населения. И при этом... То есть, хорошая возвращаемость. Да, у нас очень ответственный подход к этому, хорошая возвращаемость. Ответственный подход самого населения и кредитных организаций. И, соответственно, они очень четко оценивают, так скажем, возможности возврата, чтобы в последующем не было таких тяжелых последствий от того, что просто выдали кредит. Это же нужно все-таки возвращать. И при этом структура кредитного портфеля тоже самая комфортная, можно сказать. Больше половины составляет эпатичные кредиты. Это когда, если бы превалировали потребительские кредиты, действительно, оно было бы неким сигналом, так скажем, что, в общем-то, закредитованности населения. А когда мы говорим, что все-таки больше половины кредитного портфеля – это обеспеченные кредиты, это ипотечные кредиты, это говорит о хорошей структуре всего портфеля. И поэтому здесь, в общем-то, его нужно применить, вот этот показатель, который его называли, в анализы со всеми, и как положительный момент можно даже его обозначить. И при этом здесь, наверное, увеличение роста оформления или привлечения ипотечных кредитов играет роль и возврата НДФЛ. А у нас в Привожском федеральном округе, Чувожская республика, лидирующие положения первое место занимают по доле возврата. То есть, ну, примерно, о каких цифрах может идти речь? Более миллиарда рублей. Более миллиарда. А какова причина? Ну, понятно, что хорошие доходы, достаточно, скажем так, люди уверены в завтрашнем дне. И, насколько я помню, у нас снизились процентные ставки по ипотечным кредитам. Да, этот фактор тоже повлиял на увеличение, привлечение кредитов, снижение было. Ну, в общем-то, эта динамика, она была по итогам прошлого года. Она сохранится в этом году? Ну, вот, вы, наверное, уже знаете, что некоторые банки уже пошли на повышение. Но тут ряд причин, которые повлияло на, так скажем, на такой шаг, банки пошли. Потому что ключевая ставка изменилась в сторону увеличения. Но в любом случае инструменты, которые есть у государства по субсидированию затрат, по привлечению кредитов, финансовую помощь из бюджета для улучшения жилищных условий, вот эти механизмы, они останутся. Но, соответственно, в любом случае государство будет помогать гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Светлана Александровна, и я понимаю, что прогнозы – дело не самое благодарное. Но, тем не менее, как вы считаете, вот в этом году работа с бюджетом предстоит сложная, стандартная? Или там у нас нет вообще повода для беспокойства? Вы знаете, работа с бюджетом, она никогда не была легкой. Работа с бюджетом – это повседневная, каждодневная и достаточно серьезная, и очень сложная работа. Мы для себя определяем этот год непростым. Непростым не в том плане, что у нас там… Каждый год непростой. Да, простой не в том плане, что доходы упадут и так далее. Нет, мы это не прогнозируем. Соответственно, у нас бюджет очень достаточно устойчивый бюджет. И, соответственно, в этом плане у нас даже никаких рисков там нет. В том плане, что его, так скажем, правильное формирование расходной части по кодам цели, правильное отнесение, своевременное подписание всех необходимых нормативных документов, своевременное принятие всех нормативных документов – вот это, в общем-то, очень важно. Мы сегодня, конечно, в большей части главными распределителями бюджетных средств и с муниципальными образованиями работаем над своевременностью проведения всех конкурсных процедур. Вы сами тоже прекрасно знаете, в этих конкурсных процедурах сложности много, потому что бывает иногда приходят недобросовестные подрядчики, которые в своевременном сроке не выполняют объемы. Вот в прошлом году у нас то же самое было, что в садике мы законтрактовали, но в то же время строительные организации не смогли обеспечить выполнение всех объемов строительных. Поэтому вот эта работа, конечно, она, если даже своевременно контракт подпишешь, а согласно законодательству выигрывает та строительная компания, которая не совсем добросовестная, она в последующем тоже риски уже в освоении денег. Вот эти риски, они, конечно, будут, от них никак не избежать. И в то же время там друг на друг, когда во время проведения конкурсных процедур, часто бывают жалобы, поступают, рассмотрение этих жалоб, а это все откладывают, подписание контракта по времени уходит. И вот этих вещей, конечно, не застраховаться не будут, потому что они присущи, так скажем, технические вопросы. Вот именно риски, наверное, там, в части вот, в общем-то, эффективного использования, освоения бюджетных средств. То есть средств достаточно. Средств достаточно. Главная задача – эффективно их использовать. Да, обеспечить эффективное использование их. Хорошо, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была министр финансов Чуварской республики Светлана Енилина. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова